Валентина Асеева Валентина Асеева Валентина Асеева Валентина Асеева Спасибо, извините, здравствуйте Скажите, ребята, обладают ли эти слова какой-либо силой? Да, ведь это слова вежливости, но чтобы это подтвердить или опровергнуть, давайте прочитаем начало рассказа Валентины Асеевой «Волшебное слово» и проанализируем его. Обратите внимание на новые слова, которые встретятся вам в тексте Покоситься, смотреть искоса сбоку, буркнуть, сказать невнятно, проворчать, пробормотать, стряпать, готовить пищу, противень, железный с загнутыми краями лист для выпечки пирогов, сквер, небольшой общественный парк в городе. Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь», — сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное сердитое лицо мальчика, сказал «С тобой что-то случилось?» «Ну и ладно, а вам-то что?» — покосился на него Павлик «Мне ничего, а вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Еще бы», — сердито буркнул мальчик, — «я скоро совсем убегу из дому». «Убежишь?» «Убегу, и за одной Ленке убегу». Павлик сжал кулаки. «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько, ни одной краски не дает». Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала, прямо тряпкой, тряпкой. Павлик засопел от обиды. «Брат на лодке едет кататься, а меня не берет. Я ему говорю, возьми лучше, все равно я от тебя не отстану, весла утащу, сам в лодку залезу». Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. «Что же, не берет себя брат?» «А почему вы все спрашиваете?» — старик разгладил длинную бороду. «Я хочу тебе помочь. Есть такое волшебное слово?» Павлик раскрыл рот. «Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом, глядя прямо в глаза. «А какое слово?» Старик наклонился к самому уху мальчика. Он прошептал что-то и громко добавил. «Это волшебное слово, но не забудь, как нужно говорить его». «Я попробую», — усмехнулся Павлик. «Я сейчас же попробую». Он вскочил и побежал домой. Как мы можем охарактеризовать Павлика? Почему он не мог общаться со своими родными? Посмотрите на слайд. Какие слова вы бы использовали для характеристики персонажа? Какой он? Капризный, обидчивый, непослушный, раздражительный, грубый. Объясните причинно-следственную связь поведения близких людей Павлика. Павлик не знал правил поведения. Он рассердил бабушку, обидел сестру и нагрубил брату. Поэтому никто не хотел выполнять его просьбы. «Вы согласны со мной, ребята?» Как вы думаете, какое слово прошептал ему старичок? «Что бы вы посоветовали мальчику?» Правильно, ребята. Если вы хотите, чтобы вас услышали и выполнили вашу просьбу, вы должны разговаривать вежливо и объяснять все спокойным голосом. Послушайте продолжение рассказа и обратите внимание на то, как изменится ситуация в семье Павлика. Лена сидела за столом и рисовала. Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал, «Лена, дай мне одну краску, пожалуйста». Лена широко раскрыла глаза, пальцы ее разжались, и, снимая руку со стола, она смущенно пробормотала, «Какую тебе?» «Мне синюю», – робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал ее в руках, походил с ней по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. «Пойду к бабушке. Она как раз тряпает. Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал, «Дай мне кусочек пирожка, пожалуйста». «Горяченького захотел, голубчик мой», – приговаривала она, выбирая самый лучший, самый румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. «Волшебник, волшебник!» – повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик сидел притихший и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил, «Возьми меня, пожалуйста». За столом все сразу замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. «Возьми его», – сказала сестра, «что тебе стоит?» «Но отчего же не взять?» – улыбнулась бабушка. «Конечно, возьми». «Пожалуйста», – повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. «Эх ты, путешественник! Ну ладно, собирайся!» «Помогло, опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста. И только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. Ребята, какова основная мысль произведения «Волшебное слово»? Этот рассказ учит различать хорошие и плохие поступки, учит чуткости и уважению к другим людям. Какое волшебное слово произнес Павлик, чтобы к нему изменилось отношение? Правильно, он произнес слово «пожалуйста». А какие волшебные слова знаете вы? Здравствуйте, извините, спасибо, простите, добрый день, доброго пути. Как сказочно звучат в нашей речи волшебные слова. Они обладают магической силой. Вроде бы обычные слова, скромные, простые, но могут наполнять энергией, вызывать улыбку, побуждать к добрым поступкам. Ребята, возможно, в вашей жизни были случаи, когда вам помогла вежливость. Напишите об этом случае короткое сочинение. Проверьте ошибки, используя орфографический словарь. Наш урок подошел к концу. Вы прекрасно сегодня потрудились. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин